Чихуахуа Начали! С самого раннего возраста необходимо ухаживать за вашим щенком, а впоследствии и за взрослой собакой. Пойдем, как я люблю, по пунктам. 1. Обучаем щенка с первого дня. Щенок не рождается полностью обученной собакой. Именно посредством тренировок щенок учится понимать, чего ожидает от него хозяин. И именно так малыш сможет житься в новую обстановку. С другой стороны, чем лучше вы сами узнаете своего питомца, тем безоблачнее станет ваша дальнейшая жизнь. 2. Сбалансированное питание для роста щенка. Очень важно, чем вы будете кормить малыша. Ему необходим сбалансированный рацион с определенным количеством протеинов, жиров, минеральных веществ и витаминов. Кто-то выбирает сухой корм, кто-то выбирает натуральную еду, но главное, чтобы питание было сбалансированным. 3. Следите за глазками. Слезливость глазок это нормальное явление для чихуахуа, особенно после сна, при весенней линьки или когда шерсть попадает в глаза, может быть при ветреной погоде. Но выделения должны быть прозрачными, как слеза. Иногда глазки можно промывать, но если выделения подозрительные или постоянные, и глаза опухают или болят, и вы это видите, лучше обратитесь к врачу. 4. Уши. Вообще, у собаки есть своя система самоочистки ушей. Лишний раз лазить в уши не рекомендуется, потому что каждый раз, когда вы чистите уши, вы нарушаете эту систему. В отдельном видео я объяснила почему. 5. Не забывайте стричь когти. О том, как правильно стричь когти, я делала даже отдельное видео, посмотреть можете его по ссылке. 6. Не забывайте осматривать кожу своего питомца на наличии сыпи и паразитов. Не забывайте периодически мыть своего щеночка или собачку специальным шампунем, после прогулок, особенно если на улице грязно, например. Об этом тоже есть отдельное видео, смотрите его по ссылке. Ухаживайте за шерстью, расчесывайте свою чихуахуа. Следите за тем, чтобы в шерсти не появлялись колтуны, вычесывайте свою собачку. Не забывайте, что это делать нужно специальными инструментами и специальными расческами купленными в зоомагазине. Ммм, вот это кайф. 7. Следим за зубами щенка и вашей собачки. С раннего возраста необходимо следить за зубками малыша, в дальнейшем это поможет предотвратить множество проблем. Угроза номер один для здоровья вашего щенка, не считая ожирения, это парадонтоз. Зубной камень и зубной налет неизбежно повлекут за собой другие, более серьезные заболевания, поэтому нужно регулярно чистить зубки своему малышу. Для чистки зубов воспользуйтесь лакомством, которое можно давать уже с 4-мечного возраста и можно купить в магазине, а также специальными зубными щетками и зубными пастами. Если же все-таки зубной камень образовался, можно его снять самим, но лучше пойти к ветеринару и сделать это в клинике. 8. Ежедневная физическая нагрузка. Чтобы щенок рос здоровым и крепким, он должен получать ежедневную физическую нагрузку, количество которой зависит от размеров щенка. Но не перегружайте малыша, его косточки еще очень хрупкие, иногда он просто не в состоянии вынести чрезмерные нагрузки. Если же у вас уже взрослая собачка, ежедневная физическая нагрузка просто обязательна. 9. Ветеринарные консультации. Еще до того, как привезти малыша домой, у вас уже должен быть на примете хороший ветеринарный врач. В первые дни пребывания малютки дома сводите его в ветеринарную клинику. В течение первых месяцев нужно несколько раз сходить в ветеринару на осмотр и сделать прививки. По мере взросления собаки в ветеринару нужно заглядывать не менее одного раза в год. Так, на всякий случай. 10. Поощрение за хорошее поведение, терпение и любовь. Поощрение сильный стимул для малыша стать воспитанным членом семьи. Если питомец выполнил то, о чем вы его просили, не забудьте поощрить его голосом или лакомством. Малыш привыкнет и в дальнейшем уже сам будет стараться хорошо себя вести. Воспитание щенка требует от вас много терпения и любви. Займитесь самообразованием, почитайте литературу о воспитании собак, поговорите с другими собачниками, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Все это в дальнейшем поможет вам устранить множество неприятных сюрпризов, а у вас с малышом будут долгие счастливые взаимоотношения. Окружите своего щеночка любовью и заботой, ухаживайте за ним, гуляйте, играйте, никогда его не бейте и не проявляйте по отношению к нему агрессии и жестокости. Ваш малыш должен быть уверен, что рядом с вами он в полной безопасности и ему ничто не угрожает, и можете быть уверены, что на вашу заботу и ласку он ответит безграничной любовью и преданностью. Спасибо за внимание, с вами была говорящая Чихуахуа Софи, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы в контакте, все ссылки есть в описании и будет вам счастье. Пока-пока. Я бы научился ухаживать за Чихуахуа. Эй, блин, ты сам Чихуахуа.